Здравствуйте! Вы смотрите губернские новости в студии Лены Речкина. Коротко о главных событиях в регионе. С заботой об окружающей среде, ведение бизнеса, подразумевающее бережное отношение к природе и обществу, так называемый ESG-подход, обсудили в Воронеже на первом саммите по устойчивому развитию территорий Черноземья. Организовало его региональное правительство совместно с одним из крупных российских банков. К участию в саммите подключились производственные компании, в том числе федерального уровня, а также представители органов государственной власти из Воронежской, Орловской, Курской и Белгородской областей. Открыл зеленый саммит губернатор Александр Гусев. Он подчеркнул, что с учетом экологической повестки только за последний год в регионе высажено 2 миллиона деревьев, создан карбоновый полигон. Десятки объектов, в том числе полигоны твердых коммунальных отходов, работают над восстановлением экосистемы. В ходе форума сразу на нескольких площадках специалисты рассмотрят, как развивать территории и создавать комфортную среду для человека и бизнеса, не нанося при этом вред природе. Главная цель саммита, помимо обмена опытом и лучшими зелеными практиками, сформировать модель устойчивого развития для всего центрально-черноземного макрорегиона. Мы видим, сколько компаний и крупных, и может быть не очень крупных, уже такую работу включается на территории нашей области. Мы со стороны правительства области, безусловно, эти процессы будем поддерживать. И ряд таких, в том числе и законодательных шагов предпримем уже в этом году. Надеюсь на то, что это будет способствовать внедрению принципа устойчивого развития на многих и многих наших предприятиях, организациях, в том числе в органы государственной власти. Мы считаем, что Черноземья вполне достойно может и должно быть одним из таких центров, которые эту повестку не только обсуждают, но и реализуют и находят методы реализации. Ну и надеюсь, дальше мы их даже можем тиражировать и предлагать на уровень федерации. Об острой нехватке свободных мест на Воронежских кладбищах заговорили еще несколько лет назад. Городские чиновники неоднократно пытались выбрать территории для новых погостов. Однако каждый раз участки не подходили по каким-либо причинам. Сейчас в столице Черноземья по сути лишь одно кладбище, где есть площади под свежие могилы. Как планируют решать проблему, выяснила Анастасия Алексеева. Юго-западное кладбище – одно из самых больших в городе. 110 гектаров, на которых расположены тысячи могил. Погост основан в 70-х годах прошлого века и за это время уже исчерпал себя. Сейчас здесь разрешено лишь под захоронение. Мест для новых могил нет. В Воронеже осталось лишь одно кладбище, где их еще можно выкопать. А вот и Березовское кладбище. Находится оно в микрорайоне Масловка. Оно не самое большое в городе и открылось относительно недавно. Около 10 лет назад. Однако только здесь есть место именно для новых захоронений. Березовское кладбище открыли рядом с исчерпавшим себя Буденовским. Но и его возможности хватит лишь на ближайшие пять лет, говорят в мэрии. Крематорий, построенный в столице Черноземья три года назад, внес свою лепту. За это время отношение людей к кремации поменялось. Крематорий, конечно, помогает, но не меняет ситуацию кардинально. Большинство все равно выбирает традиционный способ захоронения. Организовать новый погост планировали несколько лет назад. Последнее место для размещения, которое рассматривали городские власти – Семилукские выселки. Однако после обследования оказалось, что по санитарным нормам территория не подходит. Кроме того, местные жители были против такого соседства. Мест для создания новых кладбищ в городе нет. Поэтому будут увеличивать территории уже существующих. Делать это хотят поэтапно. Первый блок мы уже запустили в работу и разработали схемы в отношении кладбищ юго-западного, лесного, старого Буденовского кладбища. Там мы провели работы по изготовлению схем земельных участков. Порядка 25 гектар на этих кладбищах у нас прирастет. Результат этой работы воронежцы смогут увидеть уже в следующем году. Кроме того, мэрия планирует использовать участки и у других погостов, в том числе, которые находятся на или рядом с территорией лесфонда. Но эта работа более долгосрочная. Таким образом, в перспективе после проведенных работ будет доступно около сотни гектаров. И этого запаса, говорят в мэрии, хватит на 20 лет вперед. В ИГУ празднуют 105-летие. В честь этого события в актовом зале университета прошло торжественное собрание, куда были приглашены губернатор Александр Гусев, представители регионального правительства, а также заслуженные выпускники и сотрудники вуза. Некоторые из них за свой многолетний труд получили награды из рук ректора Дмитрия Яндовицкого. Свою историю крупнейшее учебное заведение столицы Черноземья отсчитывает с 1918 года. Его создали на базе Императорского Юрьевского университета, эвакуированного из Эстонии. Из города, который сейчас называется Тарту. С тех пор, чуть более чем за век, ВГУ стал одним из самых известных вузов страны и важным научным центром. Среди выпускников университета есть даже нобелевские лауреаты. Речь о Павле Черенкове, который в 1958 году получил премию по физике. А сейчас в аудиториях ВГУ учатся представители всех субъектов России и нескольких десятков стран мира. По словам губернатора Александра Гусева, это и есть яркое подтверждение значимости и высоких достижений в образовательной сфере всего педагогического состава. Мы, как правительство области, безусловно, будем продолжать наше взаимодействие. Оно у нас налаженное. Мы и стараемся помогать в каких-то бытовых вопросах, связанных с развитием инфраструктуры университета. Посмотрим на возможность строительства такого спортивного ядра в ближайшее будущее. Мы занимаемся с проведением порядок базы отдыха в Венелике, но планы у нас такие есть. Понимание, как это сделать, надеюсь, тоже появится у нас. Там есть некоторые шероховатские бюрократические, но мы все это дело поправим. И Воронежский медуниверситет также отмечает в эти дни свое 105-летие. Хотя по факту вуз гораздо старше. Основан он был еще в 1801-м, как императорский университет в Дерпте, нынешний эстонский Тарту. А в 1918-м передислоцирован в Воронеж, где стал форпостом высшего медобразования региона. Пройден путь до крупного государственного вуза и научного центра. Из стен университета за вековую с лишним историю выпустились более 100 тысяч высококлассных специалистов, преданных своему делу в экстремальных условиях, сохраняющих жизнь и здоровье людей. Игорь Ситников продолжит. Юбилей прошел в формате встречи поколений. Сотрудники, обучающиеся вуза, возложили цветы к памятной стеле на территории у главного корпуса ВГМУ. Сразу после войны здесь, в Воронеже, фронтовики прямо в шинелях садились за студенческую скамью врачей. Сегодня это один из ведущих медицинских научно-образовательных центров России. Входит в мировые рейтинги в число 100 лучших вузов России и в топ-10 лучших медвузов страны. Сюда стремятся попасть абитуриенты из всех без исключения регионов и даже со всех континентов. Понимаете, сегодня жизнь, она требует от высшего учебного заведения не только готовить кадры для практического здравоохранения, но и покрывать дефицит кадрового состава, но и готовить специалистов, которые обладают достаточно высоким уровнем знания, практического опыта и способных к инновациям. По традиции к юбилею фойе вуза настоящая картинная галерея. Выставка известного воронежского художника Сергея Гулевского. 25 работ в технике акварели, пейзаж, натюрморт вызвали интерес будущих докторов. Как связано ваше творчество с медициной? Вот смотрите, Чехов, да, какая личность незаурядная. Он же и писатель, и врачевал, и лечил. Это просто соединение каких-то разных человеческих материй в одну дает определенную гениальность. Захотелось как-то развиться интеллектуально, творчески. Что-то появилось новое в душе, несомненно, взаимосвязано медициной и творчеством. Профессия – это творчество. Ты постоянно идешь несколько впереди своей идеи и думаешь, а что там за этой грани? Это и у художника, и у медика. Оно всегда было, есть и будет. ВИБОТ АКАДЕМИЯ! ВИБОТ ПРОФЕСОРЕС! ВИБОТ АКАДЕМИЯ! ВИБОТ ПРОФЕСОРЕС! Пяти воронежцам присвоено звание почетного профессора ВГМУ. Троим докторам медицинских наук – Ирине Коротких, Николаю Лесных, Татьяне Настаушевой. И двоим членам Попечительского совета ВУЗа – Академику Российской Академии Художеств Сергею Гульневскому и меценату Александру Соловьеву. Я решил посвятить остаток своей жизни вложения в развитие нашей российской медицины и создать клиники по полному формату, которые могли бы конкурировать с лучшими европейскими клиниками. Я проработала больше 40 лет на кафедре, 42 года. Я создавала не один коллектив, он обновлялся, он менялся, я их учила. Я счастлива, что они были все годы со мной. И, конечно, счастлива, что руководство это заметило. И это звание для меня особенно ценно, потому что оно получено в моей альмамата. Поэтому те годы, которые мне еще осталось с работы, конечно же, я посвящу повышению престижа нашего университета. По случаю юбилея звучали поздравления от министра здравоохранения России Михаила Мурашко, губернатора Александра Гусева, председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова, митрополита Воронежского и Лискинского Сергия, а лучшие работники награждены почетными грамотами и благодарностями за многолетний добросовестный труд. Нулевое чтение в Воронежской областной думе проходит проект бюджета нашего региона на ближайшие три года. В целом доходы областной казны запланированы на уровне почти в 169 миллиардов рублей. Расходов больше, но дефицит в пределах допустимых законом 15%. К тому же вполне понятны источники его погашения. Как подчеркнул председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов, проект главного финансового документа максимально сбалансирован, а его приоритеты неизменны, несмотря на внешнеполитические и экономические вызовы. Бюджет 2024 года, как и в предыдущий, социально ориентирован. А это значит, что малообеспеченные воронежцы, а также семьи с детьми сохранят все льготы и преференции. Так, на сферу образования, здравоохранения, социальную защиту, культуру и спорт запланировано 93 миллиарда. Это без учета капитальных вложений в экономику региона. В целом на развитие региона, выполнение всех социальных обязательств, направляем свыше 180 миллиардов рублей. Особое внимание уделяется поддержке семьи с детьми. Речь идет о 37 видов льгот на общую сумму более 8 миллиардов рублей. У искусства нет ограничений. В Воронежском театре кукол состоялась премьера инклюзивного спектакля «Мы так похожи, звуки вокруг нас». Постановка рассчитана на детей с особенностями здоровья. Погрузиться в сказку можно уже с порога. Действие происходит не на сцене, а в фойе театра. Режиссер создал удивительный мир, где природа и звуки города объединяются. За необычным спектаклем наблюдала Мария Сивак. Прекратите немедленно. Ну, как вам не совестно? Злюка! Сюзя! Гудки машин, лай собак и шум ремонта у соседей – все то, что мы привыкли слышать в повседневной жизни. Таинственная лаборатория по сбору звуков окружающих нас открылась в театре кукол. Это звукоулавливатель. Он обнаруживает различные звуки в нашей лаборатории. Черевички его очень любят, всегда его слушают. Четверо ученых превращают городские звуки в искусство. Спектакль рассчитан на всех зрителей, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. Здесь нет очереди у гардероба, только несколько детей и их родители. Атмосфера камерная. К программе подходили тщательно, без резких звуков, ярких красок и полного погружения в темноту. Исключают все, что может испугать ребенка с особенностями развития. Чтобы все было на расстоянии вытянутой руки, не страшно, комфортно, негромко. И чтобы все можно было тактильно еще потрогать, пошуршать. То есть это специально такая форма была выбрана. Мне кажется, что так комфортнее первый раз, например, приходить в театр. Потому что не каждый ребенок уже большой театр. Мне вообще всегда важно, чтобы человек мог прийти в театр. Любой. И для меня очень важно, что это государственный театр инициировал такой проект, что государственный театр подумал о том, чтобы на коляске смогли здесь оказаться ребята. В изучении окружающего мира помогают простые, местами наивные куклы. Вот специально созданная для спектакля сороконожка. До чего бы не дотронулась игрушка, везде будет стук ее маленьких ножек. Она прыгает по детским рукам. Это еще одна особенность премьеры. Здесь можно и даже нужно тактильно изучать реквизит. Персонажи сделали специально мягкими и пушистыми. Их можно потрогать и узнать, какое оно искусственное ощупь. А потешите снизу. О, ну конечно, приятно, да? События не связаны друг с другом последовательным сюжетом. Герои читают стихи Артура Геворгизова, современного российского поэта. Артисты воплощают жизнь в написанной строчке. Например, показывают, как Себастьян Бах придумал очередную композицию. Детей сразу вовлекают в процесс. Когда надо, поют песни, общаются с актерами и даже играют на музыкальных инструментах. Фишка спектакля – расслабляющая и медитативная музыка. Как часто вы видите глюкофон или, быть может, калимба? И другого страшного тоже. Ну и куда без помощи юных зрителей. Буквально на каждом шагу интерактив для ребенка. Перед премьерой актеры познакомились с воспитанниками Центра реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями. Они показали им несколько отрывков спектакля. Говорят, сложнее всего найти контакт и доказать, что добрый герой не обидит. Как только ребенок расслабляется, начинается магия. Можно погладить крокодила, спеть с червяком и даже поговорить с консервной банкой. Интересно, что она расскажет? Дети, что очень интересно, замолчали. Они затихли, притихли и внимательно вслушивались. То есть, если до этого они постоянно говорили, 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 то в этот момент они затаили дыхание и внимательно смотрели. Это было очень трогательно. Это для меня очень важно, потому что, когда ты звучишь чем-то, каким-то музыкальным инструментом, ты смотришь в зал, и ребенок расслабляется, ребенок на тебя смотрит, у него загораются глаза. Спектакль проводится при поддержке Министерства культуры и Воронежского предприятия «Сибура». Подобная инклюзивная постановка проходит впервые из стенок театра. В последнее время активно поддерживается такое важное направление, как инклюзия. Воронежский театр «Кукол Шут» является нашим добрым партнером. В этом году мы поддержали проект по созданию мастер-класса в рамках нашей программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». И когда узнали, что планируется постановка нового инклюзивного спектакля, то они могли остаться в стороне и тоже приняли в этом участие. Увидеть спектакль «Мы так похожи, звуки вокруг нас» можно каждые выходные. После показа артисты остаются, чтобы уделить внимание детям и пообщаться с ними. Ну и как не сделать памятную фотографию. И на сегодня все. Оперативная информация на нашем интернет-канале ТВ «Губерния». Будьте в курсе событий и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok